всем привет снова с вами game dragon у нас продолжение гайдов slash выживание в общем у нас началась буря я только хотел записывать у нас начать буря я думал попереждать и потом думает я вам покажу ее то есть видите она сносит меня если я подпрыгиваю у меня это сносит я никуда не нажимал то есть я тут пытался перестроить немножко наши солнечные панели меня прижало просто к этому забору и все и я не могу никуда в общем ее придется переждать она будет какое-то время просто я включился для того чтобы вам показать как это происходит зато мы будем знать ее направление она приходит с восхода это хорошо для понимания что у нас будет так пока у нас буря я близенько смотрите что у нас возле электропринтера образовалась значит чтобы не было вопросов несмотря на то что типа гайд стайл да это стакер то есть это вот девайс стакер который я вам говорил пакует несколько девайсов к нему я приделал вот здесь вот на этом девайсе сделал чутс так называемые трубы вот это вот эти вот кит чутс а меня унесло кит чутс это просто трубы по которым вы можете передавать что-то как по конвейеру то есть я подключил одну на выход сверху третью четвертую пятую шестую седьмую сюда свел она требует электричества включаем выставляем колесом сколько стакать в объеме вот закончилась буря слава богу так надо выключить этот насколько вы туда стакаете и начинаете производить у вас она вываливает не вот сюда вот а нормально собирает в пачку и пачкой выдает а вот такие вот дела так я что сделал я переставил немножечко повыше наши солнечные панели я решил чтобы не копаться вниз мне нужно будет пространство и чем я занимался я на самом деле занимался производством до расстыкивание всяких агрегатов но пришло несчастье так чего я хочу сделать смотрите я провел здесь кабель как было только поднял выше начал ведь разворачивать еще был поздний вечер разворачиваться ночной панели чтобы успеть хоть как-то поймать последние заходящие лучи солнца ничего не получилось поэтому давайте довращаем уже сейчас и сегодня мы займемся солнечными панелями значит так здесь у меня провода идут значит все хорошо для солнечных панелей для управления солнечных панелей нам понадобится сенсор который мы наткнулись в прошлый раз не создалось вот мы создали в этот раз эти сенсоры так что будем сейчас их использовать так что нам надо значит для того чтобы сенсор работал правильно нам сенсор вот у нас во первых их три вида давайте так daylight газовый сенсор и motion сенсор сенсор на движение на освещение то есть ну daylight это именно свет темно и газовый нам нужен будет естественно daylight сенсор он должен расположен для нас быть обязательно вот так вот то как он располагается по умолчанию то есть внизу кабель данных сверху ничего и самое главное в данном случае этот сенсор должен располагаться полностью направленным на восток у нас восходит солнце там поэтому мы его расположены ему неважно где он находиться хоть под землей но он будет знать что там у нас данные выхода солнца восход короче вот сейчас вот можно на него навестись и посмотреть grid sunlight нет он не подключен ничего solar angle 108 градусов солнышко горизонтальный 172 вертикальный 107 mode default почему сюда привесил ну потому что у нас сюда светится а здесь у нас данные точение данные электричества помните горюша а давайте сделаем здесь электричество сюда прямой идет так вот и оставили ну на самом деле пускай но так и будет я как раз заодно покажу еще один интересный момент здесь данные то есть нам данные нужны будут вывод на солнечные панели и нам нужны будут наши электрические кабеля поэтому я это все покажу как делать и сенсором мы подключимся значит с точки зрения логики что нам нужно а будет значит нам нужно будет memory сенсор где-то я их тут запаковал у себя я не тут вот memory sensor и нам надо будет три штучки я наконец-то научился креативом пользоваться но толку этого немного так смотрите вешаем memory sensor и вешаем их так чтобы хотя бы на них читать вот на hash gen то есть логический hash gen генератор и логическое memory нам надо memory мы работать сейчас будем с памятью давайте мы вот здесь вот вот здесь вот так у нас кабель проходит сверху и нам потом надо будет мы опустимся чуть ниже раз два три то есть здесь оставим свободу потому что нам пойдет еще один кабель три модуля отлично я уберу джет нам не нужен теперь нам нужно это мы их запрограммировали это будет константы наши ну давайте сразу запрограммируем наверное чтобы значит неплохо было бы кстати вот самое главное забыл так мы долго будем мучиться у нас есть здесь такой девайс который называется лейблер где-то он был по-моему в красном был да вот зачем они в красный загнали не знаю короче сейчас я что-нибудь выкину вот нам не нужны будут эти девайсы так уже сенсор нам нужен один и возьмем лейблер memory кстати нам тоже уже не нужно будет вернее отвертку на место она нам понадобится поменяю его вот с этим так значит что дает лейблер его надо включить он дает возможность мне мало того что задать четко готовое число на агрегатах да но также дает возможность их переименовать значит мы переименуем вот ренейм нажимаю и пишу memory пишу мэм или там конст константа да у нас будет 1 15 15 я сказал копипастим себе да дальше этот будет у нас полторушку сейчас объясню зачем это все надо и этот сотку control-v сотка это мы делаем с вами простую достаточно логику которая позволит нам следить по одной оси расскажу как она работает чуть позже дальше это я только назвал их так но на них надо выставить значение ох как он звенит ничего себе значит смотрите видите вот эти вот винты set вот они есть их на самом деле можно брать и накручивать отверткой маленькие винты плюс минус increase decrease по маленькому значение видите дают по единички большие по сотке если я зажму shift я здесь могу по ноль одному а здесь по десятки ну то есть в 10 раз меньше на большом болту 10 раз меньше на маленьком здесь нам нужно 15 то есть я беру вот сюда десятку и здесь шифтом без шифта в руку вот 15 так на этом нужно полторушку здесь зажимая шифтом и можем вот так вот листать долго нудно и здесь сотка здесь просто бымс туда также можно делать это с лейблером смотрите если она вожусь не на него а на конкретно винт я могу нажать и задать значение конкретно это иногда очень удобно чем вот это клацаться этими штуками с этим все пока оставим их в покое дальше нам нужно что-то что считывала бы сенсор то есть нам главная задача это считать положение солнца сенсора для этого у нас есть логические процессоры input output они называются вот вывод подходим давайте может фонарь выключу так будет виднее видите написано logic reader может быть logic writer switch batch slot reader reagent reader batch reader и slot reader и logic mirror еще есть и batch writer logic writer reader короче все операции записи чтения значит что нам надо девять штук всего logic reader делает простое чтение с одного девайса о солнышко поднимается давайте будем наверное ускоряться чуток ставим logic reader значит оставляем его здесь пока сетапим схему дальше нам нужно быть три математических операнда математические и юниты power оставляем сверху смотрите что power у нас торчал сверху так будет удобнее нам нужно сначала сделать вычитание то есть это нам нужно это тематический юнит то есть есть у нас logic select logic min max mass unit ари то есть обычные логические масс операции да вот нам нужно делать чтобы это был лоджик масс у нас получается три входа точнее два входа по краям один выход и сверху ток дальше нам нужен быть еще один такой же будем делить и здесь нам нужен только уже не compare не select а нужен будет min max сравнивать минимально максимальное значение потом возвращаемся обратно с этапе нашу логику только уже не reader нужен будет а будет writer но не single writer какой-нибудь вот лоджик да а batch batch обозначает о том что он будет писать и посылать сигнал в массив устройств одного типа если у нас поставить logic writer он будет писать в одну солнечную панель а у нас их целый массив поэтому должен быть batch writer ставим batch writer на этом наша схема закончить поэтому вот я опустил поднял наш солнечные панели наверх теперь вот эту всю балабуху надо честно говоря соединить час я только давайте будем подключать ну здесь обычная логика старайтесь логику с электричеством не перемешивать правильно же до подключил здесь у нас пойдет вот так здесь у нас пойдет крест здесь у нас снизу вот такой вот так снизу у нас практически у всех есть входы-выходы поэтому пилите шура не золотые здесь точно также пойдут такие же объясню почему потому что нам надо кольцами выводить вот сюда логику видите вот более того здесь у нас пойдут кресты поэтому расход кабелей у нас здесь достаточно большой смотрите сверху у нас идет электричество вот и логики вроде бы нигде нет поэтому можем ограничиться наверное я погорячился можем сделать следующим образом вот тут откусить сейчас все это то есть и вернуть а вот они были дополнительные кабеля так раз два три и сделать здесь обычными квадратами вот так если я чё-то напутал мы всегда можем достроить но по-моему вот это правильно вот это вот пойдет на кабель логики так вот да стоп нет вот забыли еще петельку вот и здесь соединить вот главное же выход забыли то есть вот это пойдет неважно в какой стороны давайте у нас там их 9 осталось не так много на самом деле но это на выход пойдет дальше электричество нам нужно будет подключить электричество которое пойдет с коробки поэтому это электричество пойдет у нас где-нибудь ну вот так между ними она будет да сколько нам осталось вот это и нам все равно не хватит так вот так должно быть здесь будет крест 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 а здесь пойдем наверх тоже нужен будет крест вот такой них них мне уже не хватает так ладно хорошо сейчас надо будет пойти на делать их как возвращаемся я наделся кабелей 50 штук настрелял закрываем давить упал не думал что-то одной мотанки хватит ах не хватило так здесь закрыли вроде бы правил анда те сейчас сверху посмотрю ток-ток-ток-ток логика логика внизу да тогда эту мы продолжаем куда-нибудь вот так а тут придумаем короче так теперь смотрите у нас сенсор который с той стороны да не не управимся мы за сегодня ну дай бог с ним сенсор который висит здесь его как-то надо проводами пропустить туда чтобы он читал логику я его высоко поднял так как у нас логика висит внизу то его наверное правильнее будет опустить откручиваем обычным шуруповертом берем обратно и смотрим где его привинтить можно будет где-нибудь вот здесь например так привинтили теперь надо кабеля пропустить сквозь него то есть если я возьму сейчас кабеля я вот могу их видите развернуть внутрь туда помните я говорил что можно строить внутри но развернуть то я развернул а вот дальше строить я не могу то есть мне надо вот эту раму которую я запилил ее разобрать дай бог вспомнить в range ключом разбираем ключом у нас упала стальная пластина и говорится и бог с тобой ведь эти части остались висеть то есть это можно использовать я сюда залетел могу это еще разобрать что мне было удобнее чуть толкнем и чтобы она мне не мешалась дальше смотрим где у меня там провод был где-то внутри наверное не очень удобно и мы сейчас выйдем до столкнемся прямо надо наверное ниже еще брать дать я сильно высоко затулил ее на твинчиваем и откручиваем еще этот кусочек провода так он застрял чего мы его сейчас заберем и вот сюда вот сюда это сюда и это здесь и теперь вешаем это здесь забираем обратно провода и начинаем лобать уже вот так все так теперь я бы сказал что наверно мне и нижнюю бы неплохо было бы разобрать ключом да бамс одну бамс вторую да вот так удобнее смотрите почему удобнее ну потому что как минимум я вижу вот край кабеля торчащий вот делаем сюда соединение и сюда теперь смотрите у нас здесь есть соединение до которое надо вывести то есть надо вот этот кабель который есть у нас отрезать и на его место поставить уже другой смотрите у нас идет он вправо влево у нас он был давайте покажу сейчас попробую вот у нас был вот такой а нам надо чтобы он еще и на угол заворачивался у нас есть вот такая штука и вот такая вот она видите если я сейчас ее разверну вот так это то что мне как раз нужно видите все отлично это поставил это сюда возвращаем собираем руки вот эти все разобранные мной панели все все сетку надо вылететь то елки дайте мне вылететь отсюда можем пока оставить чтобы они у нас то давайте бросим точно сейчас урагана не будет он только прошел значит забираем теперь кабеля все до кучи и смотрим до соединилось теперь нам нужно отвертка как главный инструмент значит вверх надо включить это дело у нас только нету поэтому но мигать не будет когда я подключу это к системе питания но заработает но я могу все равно настраивать девайсы сеть видит смотрите но у девайс берем отвертку щит кликаем лоджик мин макс лоджик масс лоджик масс daylight sensor о то что мне нужно было daylight sensor смотрю что я считаю я считаю сейчас но ничего кликаем мод режим не хочу горизонтал не хочу активейт не хочу вертикал о это то что я хочу считать вертикальную составляющую солнца если я наведусь на центр юнита я увижу daylight сенсор вертикал но вертикал ноль почему вертикал ноль потому что он нас не подключен к электричеству поэтому ничего не получится давайте наверное сразу чтобы у нас все было хорошо подключим его к электричеству у нас было где-то где-то 2 коробка 2 и писи был сейчас найдем его вот он до кит контроллер отлично вот его отдельно повесим специально для управления нашей микросхемой ставим его смотрим где у нас выход это вход выход можем привесить сюда смотрите сюда он не сильно вешается хотя было бы удобно до привесить его для этого для того чтобы привесить нам придется его сбросить взять наши пластины взять наш паяльник и это все дело запаять как было низ пока могу оставить сделал сейчас сейчас не так важно так у нас сегодня солнечные панели забираем эту штуку и о аллилуйя она крепится туда куда я хочу в любом месте смотрите здесь только провод загнуть останется она будет не на полу лежать она на каком-то более адекватном уровне то есть я буду здесь ходить и она вот на этом уровне будет доступно что сюда надо сюда наставить как минимум батарейку так можем включить можем выключить видите пока выключена серая и здесь надо проводами его подключить к основному кабеля вопрос как вы хотите подключать большим малым я бы подключал везде большим у меня большого тоже походу нет ладно сейчас пошел сделаю так я теперь с кабелем ура на и продолжаем значит здесь но давайте наверно сразу вниз опустим по центру чтобы не засорять себе лишний раз и мы можем подключить на самом то деле это не то сразу его к выходу от солнечных панелей а вот смотрите здесь у нас видите нужно что-то другое то есть не вот такую же штуку надо а уж он опять какой-нибудь уголок и такие уголки у нас тут тоже были вроде бы как вот на три части видите кони каждый угол с коробкой но отлично все работает смотрите от солнечных панелей будет заряжаться у нее будет какое-то хранилище батарей если точнее когда мы добавим с вами нормальные батареи для сохранения да вот мы тогда переподключим это не напрямую к солнечной панели а к батарейному блоку чтобы у меня вне зависимости то есть там солнце или нет все было замечательно проверяем не работает почему потому что забыли включить вот это вот пошло разрядка включаем то елки нажмись так он чего-то я не да ну конечно да странно ждать что он будет работать если ты его не подключил вот бдыщ о работает смотрите зеленая теперь видите вертикальный угол считывает супер теперь где мой лейблер мне нужен лейблер для того чтобы обозвать а вот эти девайсы mass unit да у нас их mass unit 1 mass unit 2 min max чтобы я понимал я их на назову это у нас будет mass unit substrata sub это вычитание это будет divide деление так division так все теперь когда я буду кликать у меня не будет mass unit mass unit я не буду знать какой я буду четко знать mass unit subdivision это division или mass unit substrata теперь мне опять нужна отвертка и будем продолжать значит логика читается вот отсюда выход туда 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 и погнали ну то есть это сама логин самом деле логический аут отсюда идет но это не так важно математический что мы делаем мы в математическом виде во первых выбираем операцию какую мы будем делать мы сказали что это будет сабстракт то есть вот отнимание так mass unit substrata можем даже включить так как у нас не выходы и входы не настроен до конца он мигает оранжевым как только здесь все правильно достроиться будет нормально мы должны взять показания как одну логическую точку это показания logic reader и кликаем о logic reader так отлично но у девайс еще до конца дальше что мы будем делать что чего отнимать мы будем отнимать 15 15 у нас где-то вот здесь был вот const 15 теперь кликаем пока не получится const 15 вот const 15 загорелась математическая операция происходит отнимает 15 вот есть 121 минус 15 там 106 грубо говоря он перед постоянно пересчитывает для чего это надо для того что мы уменьшаем угол плоский 180 градусов да ну то есть вот горизонта до горизонта 180 у нас наши панели так не поворачивается солнце не восходит четко в нуле начинает эффективность поэтому отнимаем 15 градусов с одной стороны 15 градусов другой соответственно так как у нас изначально было 180 это было наше 100 процентов да то теперь у нас не 180 стало стопроцентами а 150 стало нашими стопроцентами соответственно каждый градус один который превращается в угол у нас равен полтора вот мы его сюда забили можно было бы сделать два математических юнитов которые вписать логику 100 и 150 и потом делить но глупо да поэтому мы написали сразу полтора в константу так у меня меньше 50 заряда дальше здесь мы берем результат который получили берем logic вот sub да здесь ставим по мультиплаем мод логарифм девайд вот девайд и делим это вот на эти полтора то есть это каждый один градус да мы понимаем что наша солнечная панель должна сдвинуться на одну позицию на каждой там полтора значения нашего солнышка включаем это дело мигает и на что делим на полтора вот здесь вот конст полтора вот отлично это получили 53 это уже непосредственно угол то есть который мы передавать будем на панели вот эти у нас еще логика не подключена теперь мин макс мин макс у нас следующее мы сравниваем его со 100 процентов если меньше чтобы он переворачивался на обратку тоже здесь берем logic уже дивизион да то есть уже результат дивизиона деление сравниваем что здесь должно быть меньше less вот less и меньше чего меньше нашей сотки это конст 100 вот и вот получили прямо формулу вижу видите logic less logic mass division и констант 100 здесь прям тоже формулу вижу видите logic mass вычитание делю на полтора то есть все это видно ну и теперь самое интересное батч райтер батч райтер это тот кто записывает мы берем что мы берем логика минимально максимальная да вот это вот последний результат говорим куда писать не можем потому что наши провода никуда еще не подключены поэтому мы должны это сейчас будет с вами закончить и я поднимаю это вверх тут не принципиально с какой стороны начинать у вас данные по проводам идут по всем так так как вы будете дальше продолжать но мы планируем нам нужно вот что-то тип такое только не такое а вот такое ну встань нормально вот так бдыщ ничего не произошло потому что здесь еще не мигает нормально до конца так но у нас появилась возможность уже здесь настраивать чего-то видите сеттинги и ауты мы выбираем logic reader min max logic mass daylight sensor logic memory batch writer о солнечные панели точно на них мы собирались выводить когда мы выбрали на что мы выводим у нас появятся компоненты что именно мы можем вводить сейчас мы выводим ничего можем выводить горизонтальную составляющую вертикальную составляющую смотрите солнечной панельки начали у нас раскручиваться плохо то что я успел кликнуть горизонтально и они вот развернулись в это положение то есть но ничего мы сейчас их вернем значит и да и закончилось это тем что у нас здесь закончился power ну конечно же вот вот для того чтобы такого не было вам нужно более продвинутые батарейки давайте эту сюда поставим а эту черт даже знает куда ну ладно так у нас от это идет power до солярки генератор нас тоже не работает у нас уголь закончился их было не было так там 0 а где-то у меня еще было подождите я моя солнечная панель была вот мой солнечную панель уже тоже снесло вон она помните я говорил что они не сносит но вот апдейт сделали уже сносит не на поставить так будет где-то в застенок какой-нибудь и обратите внимание она стала желтенькая ведь и немножко потрепал а если мы берем в руки у нее появилась полоса прогресса да но ты и house вот он где зелененькая давайте поставим заряжаться эту вставляем теперь эту сюда завелось завелось теперь включаем эту опять вот он дораз до развернул теперь все отлично все теперь работает у нас угол смотрите получается 25 градусов и уменьшается а угол на выходе 6 градусов 5 градусов все отлично он у нас видите потихонечку восход значит что нам надо сделать нам на только единственное что направить вот этими педалями вот пить и блин 57 стало шифтом можно зажать и будет у вас по 10 градусов давайте добью 30 и тут добью до 90 вот смотрите health кстати блин 70 процентов о блин солнечные панели стали повреждаться просто буквально вот еще неделю назад у вас все что было привинчено стационарное но не повреждалось в принципе а теперь солярки у нас ведь и повреждаются черт а их надо лечить будет а лечить у нас еще не чем надо будет нам сделать такой специальный велдер ну вот который сможет это лечить но тем не менее солнечные панели у нас направлены в сторону солнца солнце сейчас у нас взойдет и и начнет давать электричество для нас вот это таким образом можно автоматизировать делал видите вот угол его если пойдем проверим на уранжево сейчас все сядет угол его сейчас видите два градуса но но еще он не светит вот начало светить и вот пошла зарядка по ходу до зеленым начала работать вот и мы можем посмотреть сколько выдают наши панельки наши панельки выдают 59 60 потихоньку набирают эффективность 38 здесь здесь 61 а вот начали начали двигаться смотрите то есть был минимальный угол вот тот который мы указывали 15 градусов вы можете поиграться с этим коэффициентом 15 градусов да то есть 1 и 5 и сделать его например не 15 отнять градусов а отнять 10 градусов то есть 01 поставить то есть они у нас начнут раньше двигаться но вот они пошли за солнышком вверх двигаться их эффективность 66 процентов почему эффективность 66 процентов у меня готов на это ответ потому что они повреждены вот если бы они не были повреждены они выдавали процентов 90 если не в нормальном состоянии они зас в день выдают где-то порядка ну вот постоянно следя за солнцем выдавая где-то порядка 490 ватт энергии под хелс 70 и эффективность 65 я не знаю кстати как починить этот хелс на сегодняшний день может быть есть какие-то другие методы сейчас попробуем откурочить вот это дело да видите у нас конструкция остается повреждена в любом случае то есть надо вопрос да ладно что у ешь хватало на миля 482 килопаскаля осталось так скоро я останусь без джета слушайте подрихтовал вот 29 декабря буквально главный разработчик прям вот сел и вывалил патч оптимизации и балансных фиксов и вот буквально я же говорю я играл там 20 декабря думал у меня этого топлива для джет паках хватало на миллиард либо это был бак потому что когда-то на расходов достаточно быстро потом я думаю ну наверное что-то поменяли в общем нам придется с вами очень быстро начать настраивать систему газов смотрите здесь батареечка зарядилась кстати здесь все зелененькое все работает панелечки наши следят это у нас резервная лежит у нее тоже хелс 70 и эффективность 24 процента к сожалению да надо будет что-то с этим думать либо увеличивать очень сильно количество солнечных панелей на на сегодня все ссоре если была долгая стерея если что-то было непонятно пишите в комментариях если есть другие идеи тоже пишите я знаю что как минимум есть четыре варианта управления солнечными панелями но с учетом того что многие вещи меняются в игре иногда некоторые устаревают некоторые появляются как новые по двум осям я не знаю будем ли мы делать или нет сейчас нет смысла здесь всего восемь градусов вот если мы будем где-то на европе где угол там 130 градусов или что-то солнце у нас идет вот так например вот 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 так вот там по двум осям надо следить сто процентов иначе вы останетесь без электричества абсолютно ну все на сегодня все еще раз всем пока и хорошего настроения с вами был game dragon не забывайте ставить лайки и подписываться увидимся